что у нас тут Настюха смотрит она смотрит мультики по новому телефончику Насте подарили на день рождения телефон новый так что Насте теперь мультики по телефону смотреть интереснее по телевизору не интересно да Настя я смотрю папа и дочки сериал там Роблокс у меня тоже есть Роблокс я смотрю сериал кстати говоря я почитала вчера видео вышло там где зонтики эти там где ты сказала что у тебя день рождения 7 лет исполняется и многие подписчики написали тебе поздравление с днем рождения тебя поздравляют спасибо всем написал поздравление вот я передала так что вот так девочки мои ну а что у нас за окном сегодня сегодня утром чуть-чуть дождик капал хотя не передавали дождик плюс 17 18 уже вроде до двадцати одного ли до 22 днем будет в общем так себе так себе облачно сегодня солнышка нет но вроде бы не холодно ветер правда дует так сегодня у нас суббота Настю отвожу я на тренировку всем доброе утро девочки мои я по-моему так и не сказала доброе утро а кто-то из вас ждет когда я скажу всем доброе утро девочки мои хорошие что вам сказать на улице ветер усиливается и в общем то я уже собралась мы сейчас настю ли уже выходим и я не знаю смогу я на улице что-то снимать или нет я смотрю ветка все клонится все ближе и ближе к моему окну и ветер прям разбушевался но ветер передавали слышите клацает это вытяжка в макулации вот так что если я на улице снимать ничего не смогу значит тогда отвезу настю на тренировку потом надо магазинчик зайти потом домой тут надо приготовить кое-что в общем решила начать видео поехали короче говоря на тренировку а кстати спасибо всем огромное за поздравление все кто поздравил нас с днем рождения вы как видите я все ваши поздравления передала и она поблагодарила вас всех всех кто уже поздравил и все кто еще поздравил потому что кто-то и не знал ну все мы погнали ну вот мы вышли девчата а на улице теплее даже чем я думала ну я подстраховалась отдела кстати курточка с ночосиком а такая легкая и не согревает и не жарко а вы не слышно или нет тут какие-то новые цветочки появились ну давайте с ними поздравим и поздравим и поздравим а это что такое все мы с настю найдем на тренировку идем все мы с настей пришли уже так чё-то настя нам хочет показать о молодец на одной руке делает колесо но молодец стоечка на руках молодец молодец я смотрю на всех у нас почти остановках вот эти вот самокаты сейчас стоят и вот не знаю а где хозяин не знаю на одной остановке на другой на третье на 5 уже вижу это вот что на прокат где тут кататься вообще по тротуару этом непонятно в общем ветер сильный еду еду я назад а вот еще смотрите какие цветочки у нас девочки тут растут красивые да вот понасажали молодцы сделали красиво возле дома все я уже домой возвращаюсь зашла магазин не стала там ничего снимать потому что магазине мне жарко и душно поэтому я быстренько похватала по списку что мне нужно и иду домой сейчас покажу что я там набрала что-то какие-то полупустые полки пух девочки полетел о начал лететь но он у нас обычно летает целый месяц смотрите уже какие у нас тут сугробы от пуха кошмар ну и чё я тут взяла в пятерочки девчата взяла селёдочку но попозже и поем про взяла ну парочку взяла вот этих вот сервелат финский сыр российский хлеб аютинский со трубями красные яблоки сметанка 15 процентная и вот эту вот взяла да что еще взяла картошку чуть-чуть взяла картошку вот это вот хорошая была я взяла немножко и морковь все полторы тысячи в пятерочке оставила подорожала кофе в два раза не стала брать пока забежала я по быстренькому еще фикс прайс девочки не стала снимать там очень душно душно взяла вот этот детский дождевичок еще чтобы он у меня был на всякий случай потому что бывает дождь пойдет а настя у меня куда-то надо идти а зонтик допустим она если не возьмет будет этот у меня лежать так мороженое это чуть-чуть подорожало было на 29 час 33 рубля стоит но все равно недорого пломбир очень вкусный шоколад вкусный это только фикс прайс можно взять мороженое подешевле сейчас я его буду есть так подобрала забрала в одобрала забрала короче добрала еще пять штучек вот кашки 780 как стоило так и стоит так это семьдесят девять рублей на настя на любимой печенюшки и взяла вот такие прокладочки ежедневки вообще дискрит раньше брала но его сейчас нигде нету и вот эти вот сто девяносто девять рублей 70 штук ну пусть будет попробую такие вот и все так девчата решила я приготовить плов у меня есть кусочек индейки я буду готовить мульти кухне 40 грамм 40 миллилитров и наливаю масло растительного на глаз я наливаю в общем так у меня тут клацает вытяжка на улице ветер все сильнее сильнее становится я даже не знаю как с этим быть в общем не обращайте внимание так можно идейку можно курицу можно свинину готовьте с чем хотите в общем то я решила приготовить у кого есть желание готовьте вместе со я это кубиками щас порежу такими полтора по два сантиметра где-то кубики такие кусочки какие вам нравятся в общем целом готовьте девчата как вам нравится я никогда начинает кто-то писать вот там не по рецепту чем не рецепт я могу по рецепту приготовить допустим если что-то готовлю прям первый раз а потом уже когда я знаю точно какое блюдо получается что чего я не стесняюсь импровизировать у себя на кухне делаю блюдо все под себя чтобы не нравилось поэтому плов я уже готовлю на глаз мясо вот по рецепту там 400 грамм где-то написано 350 грамм я беру на глаз даже если будет полкило страшно просто будет больше мяса так ладно не том хотела я собственно чего хотела сказать в общем то я миссию сегодня выполнила настюшки я отвела на тренировку ей очень приятно что вы написали поздравление вот она прямо рада довольна а еще мы конечно несказанно рада новому телефону все это теперь любимое ее занятие так ну и что дальше мне надо же дальше включить вот эту вот мою мультиварку до мультикухню ну неважно мультикухня мультиварка суть одна так на режим жарко я поставлю пока что немножко обжарю кстати говоря тоже в рецепте в одном рецепте написано что можно просто положить в чашу мясо так это можно мелко можно не мелко тоже по-разному написано где-то вообще морковку на терке на крупной я например не люблю морковку на терке на терке на крупный когда вот она еще там будет готовится не хочу я ее лучше соломкой парень на терку морковку знаете когда в салат на помех там чтобы она сильно ну или в каких-то там особых случаях а так он соломочкой да и все сейчас нарежу и все так что девчата в общем хочу вам что сказать спасибо за комментарии конечно ведь я попросила вас тогда пишите комментарии не ленитесь потому что когда я вижу что у меня обратной связи вообще нету да то есть комментариев совсем мало мало из них самое главное что не ленится писать только вот эти вот хейтеры но люди которые какой-то хочется гадость написать вот они почему-то никогда не ленится а когда люди могут написать что-то хорошее приятное почему-то ну то ли некогда то ли видимо может ли что а вот ну я например я прям жду от вас чего-нибудь приятного чтобы мне такое очень приятно написали что меня бы стимулировало например снять там видео понимаю что кто-то нравится что я снимаю там все что я снимаю вот я например иногда сомневаюсь стоит это снимать не стоит снимать но когда я вижу вы пишете снимайте все что там говорите что что вы делаете там все интересно все нормально но это да вот могу не стесняясь снимать и не слушать этих хейтеров да например да так ну чё девчата я не знаю я вам плов-то особо рассказывать тут нечего собственно говоря я на этот раз решила взять покрупнее морковку там вообще написано 100 грамм морковка 100 грамм лука я не взвешивала просто смотрю крупная морковка думала ну-ка попробуем где-то даже в каком-то рецепте вообще две морковки написано разных разных источниках разные рецепты так у меня лук там уже фуни лука мясо начинает уже шкварчать также все его помешаю в общем что хочу сказать что да в некоторых рецептах вообще не пишут что надо обжаривать просто типа положили да и все насыпали рис залили водой включили режим плов и погнали ну я как-то так готовила да ну что-то мне там не понравилось потом просто когда мешаешь уже размешиваешь потом получается что бывает даже подгорит когда там и воду наливаешь вода есть вроде бы ну не подгорит как бы чуть-чуть по приставить по донышку потом думал 1 вы немножко можно вот это палата ланшировать например чуть-чуть да сейчас я колпаску закину вот ля-ля вообще режим жарко я смотрю в разных мультиварках по-разному у меня вот та которая была белая ну там там не такой сильный жар не так быстро нагревается и не так сильно поджаривается а здесь прямо конкретно поджаривается температура хотя тут есть на мясо на овощи разные все равно сильно ну ничего страшного зато быстрее приготовиться и ну просто надо помешивать может почаще да и все вообще мне вот эта мульти кухня нравится на самом деле та белая она у меня еще рабочем состоянии но она не стоит на запасном пути как говорится запасной вариант просто в кладовке стоит мало ли что такая техника она бывает ломается ну для волшеб она работала подольше так все это дело я сделала теперь я это перемешаю щас так перемешаю щас так перемешали немножко еще я добавлю так раз у меня больше овощей значит масло чуть-чуть рабочее так хорошо мне нравится так ну теперь я уже сразу туда закину что выкину приправа клоу у меня такая я хочу это посолить сразу лаврушку закинуть так это приправа клоу она бывает разная продается но не такая нормально так и щепотка щепотка такую хорошенькую щепоточку где-то с пол чайной ложки примерно так сильно много тоже я на любителя я сильно много особо приправ не люблю и право должна придавать чуть-чуть но хотя че я рассказываю кого какой вкус то лица на вкус и товарищи нет я так люблю так все я пожалуй режим жарку уже могу убрать выключен режим жарка сейчас еще перемешаем просто главное чтобы мясо немножко как прикрылась и чуть-чуть так теперь рис 2 мерных стакана я уже помыла высыпаю сюда вот я есть все и заранее вскипятила я 3 мерных стаканчика это как раз пол литра воды заливаю туда втыкаю туда чеснок чеснок у тоже по рецепту написано не очищать его но мне вот как-то не очищены не кайф я люблю его очистить поэтому я беру так чеснок очищены только целиком втыкаю и усе и все прекрасно и жизнь прекрасна так все водичку выливаю как раз пол литра закипятила ставлю режим плов там по моему на час и пошла телевизор смотреть вчера кстати говоря посмотрела фильм последняя репродукция фильм отечественный наш наш русский фильм сразу 4 серии посмотрела прямо меня удивило то что наши наконец-то научились снимать там фильм получается триллер детектив мистика все три в одном флаконе но ничего в общем такой нормальный светлана ходченкова там главный ролик в общем заинтриговал фильм посмотрела я его с удовольствием так что можете посмотреть все значит что у меня тут режим плов поставим что это я тут делала 35 не надо нам 35 ладно сейчас я выставлю в общем на час ставлю и все погнала смотреть телевизор девчата всего поставила плов на час вот так вот все сейчас все это дело выглядит и закрываю крышку и погнала вы смотрите девчата какой витруга нища что делается что делается вот эта ветка у меня клонится аж сюда надо живот уже постукала по карнизу с той стороны достают до карнизу она меня так пугает когда сильный ветер я прям не знаю что с ней делать что с ней делать просто очень высоко я не знаю какую службу вызывать это надо вообще это не все так просто сухие сухие деревья обрезать там заявление писали тоже целое дело сухие ветки сухие деревья смотрите ой 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 все и прям по палке моей которая бельевая вот а вот живые деревья там вообще как бы это отдельное письмо это тоже нужно одобрение администрации в общем не все так легко и не все так просто как кажется так вот она вот она вот она сейчас руку протяни мне кажется сейчас она чуть-чуть сюда наклонится и до нее дотянусь офигеть просто а в остальном в общем прекрасная маркиза все хорошо все хорошо не так то пасмурно и не так то холодно 20 градусов на улице все было бы здорово если бы не вот это сильный ветер ну ладно пошла смотреть телевизор вот такой пловик прекрасный получился сажусь кушать все замечательно доброе утро девочки мои день следующий уже меня перегорел чайник вчера но по моей вине правда я думала там немножко водички было еще я хотела нагреть не знаю как-то не разглядела что там совсем пусто было и в общем он у меня ход выключился и больше не включается но чайник у меня просто прослужил уже очень долго я даже не помню вспоминала так и не вспомнила когда же его покупала но мне стеклянный с подсветкой и поларис называется вот хорошо что у меня рядышком тут есть днс недалеко буквально остановку пройти даже меньше в общем короче иду днс непредвиденные за зарплате затраты только только недавно у меня вай-фай полетел роутер покупала теперь чайник надо эти топать покупать погода у нас пасмурная дождик капал сейчас вот он вроде как-то прекратился но я зонтик взяла в общем иду через дорогу перейду включить дальше сегодня воскресенье выходной день я смотрю народу мало машин мало в общем и погода она как-то не шепчет на улице 15 градусов в общем так как-то без дома даже выходить не откуда было но без чайника плохо лишь люблю кофе попить как же как же как же разогревать воду на электроплите это неудобно долго чайник очень быстро разогревается в общем характеристики я знаю чайника какие мне нужны я так в интернете посмотрела вроде бы недорогие они и главное чтобы в наличии было то что мне надо надеюсь выбор будет какой-нибудь я что-нибудь выберу а у нас уже второй день ветер но сегодня он как-то послабее чем вчера вчера к вечеру разыгрался такой ветер сильнючий и у меня вот это вид ветка прям клад уже доставала до этого какой карниз карниз под окном так называется в общем даже туда доставала классово вот поэтому я и никуда не пошла вчера не захотела по такому ветругану да и потом уже к вечеру я расслабилась какой-то что-то там смотрела уже даже не помню что я смотрела какой фильм какой-то фильм или ролики в общем короче если я не запомнила как называется значит ничего такого особенного я смотрю столько веток валяется оборванных деревьев но такие небольшие веточки прямо много но сегодня как-то ветер есть по местами то послабее хорошо что послабее зонтик взяла хорошо что сейчас дождь не поливает а то я думаю ну как вот хочется пройти с полечки снять чуть-чуть что-нибудь болтовню какую-то мою а под дождем под зонтом это так неудобно делать вот без зонта в общем все я пришла я дошла уже до торгового центра пойду чайник выбирать не люблю когда мне начинает техника вот так вот одна за другую что-то вылетать вот и непредвиденные расходы называется не люблю тоже когда эти непредвиденные расходы приходится тратиться на это дело но что делать что делать куда от этого деваться никуда не денешься техника имеет свойство когда-нибудь отрабатывать свой срок не помню даже сколько лет назад прошло как я его покупала обычно помню что когда покупала вот такую мелочь конечно ну долго проработал при том что я его кластвовала туда-сюда прямо не знаю сколько раз в день так все захожу пойду выбирать посмотрим что там за выбор о какой ассортимент чайников большой да классно так но у меня интересует вот стеклянные да их-то много вот кстати скарлетт у меня тоже такой бренд был поларис у меня был так но некоторые не было интересно точно такой же как у меня сейчас есть ну такого нету но сейчас что-нибудь похожее надо будет выбрать выбор есть в общем цены разнообразные буду не очень дорогой выбирать вот я на чем остановилась чайник по акции дэксп это наша это наша компания сказали мне вот ну похож на то что у меня было чайник собственно говоря такая же подсветка все такое но при том что он сейчас по акции со скидочкой почему бы нет вот вот решила на нем остановиться сейчас я его возьму все я иду уже обратно хочу показать вам смотрите какие высокие петушки какого цвета интересного такие беленькие но они не совсем беленькие немножко с голубь зной красивые цветочки олейка уже такая можно сказать темная видите зеленая при зеленая ну как в парке здесь между прочим видите сколько листьев валяется веточек можно посидеть на лавочке подышать воздухом но я честно говоря не люблю вот это вот сидеть да вообще погода хочу вам сказать сегодня такая вот то что пасмурно и сыра влажно это не очень хорошо но с другой стороны свежий воздух опять таки и не холодно самое главное что не холодно а как-то вот свежо знаете свежий воздух такой прямо классно прогуляться пройтись так что у нас тут за решеткой цветочки обычно какие-то я смотрю обычно одни цветают другие расцветают я всегда с удовольствием прохожу мимо и смотрю вот такие вот желтенькие и вот там какие-то растения такие разные такое разнообразие тут мне так нравится вообще классно смотрите тут даже какие-то вот домашние растения имеются увеличить что ли вам такое разнообразие вот видите такое растение вот это вот растение какое-то да вот это вот какое-то интересное растение с такими большими листьями ну и понятно там тоже есть петушки еще какие-то вот они желтенькие видите как выглядит не знаю что это за кустик в общем идемте дальше так ночью потелебка ли потелебка ли в общем все я так вот быстренько 1 1 ходила и купила чайничек попробовали там включить его загорается включили выключили по быстренькому и сейчас пойду домой еще тоже надо его уже пробовать сразу же закипятить водичку какие-то капельки все-таки немножечко моросят чуть-чуть моросит дождик но ничего страшного главное что он не сильно идет ведь асфальт не сильно мокрый а вот это что такое такие обычно дома так ну ладно девчата ветер опять сильный наверно вам и буду все девочки я дома уже вот зашла еще купила в лотке клубничку внутрь клубничка дешевая закончилась теперь только краснодарскую продаю по 450 а у кого сколько стоит клубника мне кажется она самая дорогая у нас в росту и хотя краснодар вроде бы рядом ну что делать ну вот я взяла чуть меньше полкило где-то здесь на 187 рублей так и вот я хочу вам показать модель чайника а то будете спрашивать может быть кого заинтересует вот такая модель стоит 999 рублей сейчас распаковываю и включаю и посмотрим что будет вот такой вот чайничек с подсветкой сильно особо не отличается от моего предыдущего если вы помните да в общем короче перед первым использованием я налила водички ну по верхнюю отметку сейчас добавлю туда еще лимонную кислоту и в общем прокипячу эту воду вылью помою его и потом можно будет уже с ним работать эксплуатировать ну что девочки чайники закипятила вот такая подсветочка чайник работает все прекрасно все отлично помыла клубничку попробовала одну очень сладенькая прекрасная классная клубника и в общем на этом я хочу свое видео завершить вот такую картинку вам оставлю в конце пишите комментарии не ленитесь всем пока пока и и и и и